Рубрика «Мы тоже люди» и мы тоже таскаем с собой на работу контейнеры. И никогда еще, я по крайней мере не помню, чтобы телеведущие в кадре показывали, что у них там за кадром лежит в рабочем холодильнике. Ну, я уверена, что сегодня мы постарались, и это еще более-менее эстетично. Мне кажется, обычно... Вы постарались. Я вот честно, я не готовилась. Я просто беру с собой контейнер, и я его и взяла с собой, и поэтому у меня может быть максимально несимпатичным. Нет, давайте начнем со сравнения объемов. Посмотрите, это мой контейнер с моим обедом на сегодня. Это что-то лишнее. Давайте уберем. Это то, что мы приготовили с Сергеем, это чтобы все помнили. Нет, оцените. Мой контейнер, контейнеры Леры и Руслан. 4 килограмма просто. Нет, у меня больше в живот входит больше. Ну куда тебе там лезет-то? Да я покажу сейчас. Ну давайте, что? Обязательно фруктики, девчонки, держите. Мандарин к тебе, бананы мне. И два контейнера еще. Давай, сам собирал или жена себе посмотри? Сам. Стоп, ведро у вас. Орешки, посмотри, что там. Там орешки. Макадамия. Макадамия. Ну ты больше ее не ешь. Ты распил, да. Курага кешью. Ты реально столько съедаешь за день? Нет, я просто сожжу. Вот это лицемерие, ну вот надо честно. Зритель все видит и чувствует. В смысле, а я что? Я не говорю, что это мой обычный. Вот все, еда. Это еда. Подожди, а ты не ешь ни горячие, ни салаты, нет? Ты вот так питаешься целый день? Да. Я так не питаюсь. Мне сказали принести ланчбокс. Я сделал ланчбокс. Я не питаюсь, я не делаю ланчи. Лера, у тебя хоть там реально твои? На самом деле он просто вчера мне вечером позвонил, говорит, Лера, что за ланчбокс? Что надо от нас? Я говорю, Руслан, нужно на работу принести то, что ты обычно ешь на обед. Он говорит, придумал! Я возьму орехи, а потом еще и докрутил, что взрослый конкурс делает об этом. Я просто генератор идеи его. Еще протеиновый батончик надо было сюда положить и совсем такой фитоняшка. Я хотел шейкере принести. Ну да, а потом придешь, как обычно, с котлетосами и макаронами. Да? Рассказывай, что у тебя. Ладно, давайте я, значит, доспаковываю свои два контейнера. Здесь у меня, посмотрите, паста с курицей, грибами и ветчиной. Шамбиньоны. Хозяюшка, уже красиво. Делала сама вчера вечером. Уже даже протестировано. Говорят, что вкусно. В общем, это у нас первое. И здесь еще такой набор овощей. Посмотри, хозяюшка такая. Умничка. Вот просто молодец. Пять с плюсом. Пять с плюсом, да. Я со своим, как всегда, этим зип-пакетиком, но я очень люблю салаты. И салаты, это, наверное, мой вообще основной источник питания. Я их ем постоянно. Поэтому у меня сегодня на обед салат. Но я их, когда делаю, я их не заправляю заранее. Всегда добавляю чуть-чуть соуса, а потом перемешиваю. Здесь помидорчик, огурчик, подкопченное перепелиное яйцо, баклажан и шампиньоны. Баклажан, вкусно. Мы просто ели, да, в кадре. Просто приходим и 20 минут часа едим. Не выходя в эфир. Зачем эти варианты? Может быть, вас чем-то вдохновили, и вы сегодня такие, о, Катя про баклажаны рассказала. Точно. Или пойду-ка куплю себе макадамских орешек. Ну, поешь у нас хоть немножко, а то у тебя горячего питания вообще нет. Зачем мне горячее, когда у меня все на бегу, на ходу, и прям можно в машине. Я и салат ем в машине. А потом? Серьезно? Да. Ты хочешь пойти к Виктории Панфиловой со своими проблемами? Если ты будешь так питаться и дальше, то, поверь мне, у тебя начнется гастрит. Мальчик, понял? Благо в нашем любимом городе Красноярске огромное количество вкусных заведений, куда можно заехать и съесть горячее. А, у Руслана огромное количество денег, чтобы делать это каждый день. Да, это так. В общем, питайтесь правильно, берите с собой на работу. Зовите меня на обед. Ланчбоксы, а вот такие ланчбоксы у нас. Ты не за свой счет еще обедаешь? Ребят, я напомню, что программа все еще идет. Ну, мы в этом саде. Катя, Катя, смотри, груша есть. У меня самый вкусный салат. Ну, не знаю, груша классная. В общем, обедайте правильно.